Соленая рыба 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 Вот эта сеть АСФАР, какие правила поступления? Любой верующий, мусульманин из любой точки мира может приехать и пройти обучение бесплатно на территорию школы АСФАР и на территорию университета, который находится в городе Хаим. Но, конечно, количество мест ограничено, но, сами понимаете, никакого большого потока в данное заведение, конечно, не будет. Это все исходно от души, если человек непосредственно хочет связать свою жизнь с великим. Далее такой момент. Четвертый вид школы. Это школы самые дорогие на территории страны. Система называется Эстернаш. Вот они делятся на американский, английский, французский, немецкий. Значит, минимальная стоимость обучения на территорианшем школе это 1000 долларов за год обучения. Максимальная это где-то приблизительно сейчас находится Американский университет на территорию города Каиры. Это составляет 10 тысяч долларов за год обучения. Это достаточно дорогостоящий вид образования, но все равно процент какой-то от детей и детей обучается в таких школах. Что касается объекта, здесь не важно, в какую школу идет ребенок. Она государственная, она бесплатная или платная. Любой ребенок обязан здесь пойти полностью в школу в 4-х лет. Это самое главное в школе. Первая стадия обучения называется Кейджуан Кейджусу. Это возраст ребенка 4-5 лет. По-ношему это можно перевести как детский сад, но это никакой не детский сад. Это полноценный день обучения ребенка на территории школы. Вторая стадия это праймер, 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 праймер. Третья стадия это припэр, а вторая она занимает 3 года. И четвертая стадия это сепендер, и она по времени также занимает 3 года. Если сложить, то в общем ребенок проводит в школе порядка 14 лет. И оканчивает ее по достижению 17-18 летнего возраста. На что такое, когда ребенок оканчивает школу, какую можно выходить в профессию? На самый высокий проходной балл это на профессию врача 98 либо 100. Чуть ниже, как ни странно, инженер любого вида в отрасли, это где-то приблизительно 80-88. Еще ниже, как ни странно, профессия учителя 64, хотя вот учителя во многих школах здесь зарабатывают достаточно неплохие деньги, особенно, если это школа по системе интернешнл. И самый низкий проходной балл это на юридическом факультете. Он составляет 50-55. Максимум, поэтому самый большой поток студентов. Вы можете здесь увидеть на территории юридических вузов. Далее такой момент, что касается службы в армии. Мальчики, а кстати еще школа существует на территории страны, где мальчики учатся отдельно от девочек, и христиане учатся отдельно от мусульман. Но, конечно, еще существуют смешанные классы, где мальчики и девочки вместе учатся, где христиане учатся вместе с мусульманами так же. Вот если класс смешанный, где христиане учатся с мусульманами 6-летнего года, то любой ребенок изучает такой предмет, как религия. И тогда класс разделяется на группу. Одна часть идет изучать битвы, вторая часть идет, естественно, изучая с парам. Далее, что дотается еще до такого момента, как служба в армии. Мальчики, окончившие школу, обязаны служить в армии 2 года, университет 1 год. Определенный возраст мужчин до 2016 года, было 239 лет включительно. В 2016 мы продлили год 33. Но от 2006 до 2008 года здесь пришло большое количество смешанных драков. Что это значит? Это, например, мама русскоговорящая, папа египтянин, мама там итальянка, папа египтянин, а так далее. Вот мальчики. Таких семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...